Всем привет! Я как-то делал видео топ-5 интересных фактов о Brawl Stars, оно набрало достаточно много просмотров, и сегодня я решил сделать вторую часть. Если вы ещё не видели первую часть, то обязательно посмотрите. А мы начинаем. Ах да, сначала небольшое уточнение. Многие ютуберы делали видео про интересные факты Brawl Stars. Так вот, я ни у кого не плагиатил идеи. Несколько фактов мне написали подписчики, некоторые факты я знал сам, ну а пара фактов буквально я там действительно у кого-то взял. Первый факт заключается в том, что скин на кольта Рок-звезда скопирован с образа американского певца Эллиса Бресли. Ну согласитесь, похож. О втором факте, наверное, знают многие, кто играет в Brawl Stars давно. Так вот, Brawl Stars находилась более полтора года в стадии бета-тестирования. То есть представьте, как долго её не выпускали. Можно было, конечно, там скачать VPN, ну как-то там через новый Google аккаунт установить её, но согласитесь, когда она не пользуется такой большой популярностью, играть в неё не так интересно. И кто ж знал, что спустя полтора года она выйдет в глобальный релиз и наберёт такую огромную популярность. Я хочу напомнить, что Brawl Stars сейчас самая просматриваемая игра на ютубе. Так, а третий факт заключается в том, что Поко, которого все знают как одного из начальных героев, раньше наносил своей ультой урон. Ну и только потом её изменили и он стал ей хилить. Как думаете, стало лучше или хуже? Лично я считаю, что лучше, благодаря этому он стал уникальным героем со способностью хилить союзников. А четвёртый факт касается Мордса. Думаю, все, у кого он есть, знают, что есть на него два начальных скина со шляпы и без шляпы. И больше между ними нет никаких различий. Так вот, в чём же прикол? Почему у него два таких похожих скина? Есть один факт касательно этого, что при подключении Supercell ID вы получаете скин Мордиса со шляпой. Конечно же, если он у вас есть. Зачем вообще это сделано и почему разработчики не могли нарисовать какой-нибудь другой скин, остается только догадываться. Пятый факт заключается в том, что название Фрэнк взято с названия, как вы думаете, какого слова? Со слова Фрэнкенштейн. То есть, персонажа мультфильмов, романов, известного как какого-то чудовища. Ничего разработчики сами не могут придумать. Так, идём дальше. Шестой факт в том, что на данный момент 9 из 25 персонажей имеют 3 ячейки скина. То есть, у остальных они не заполнены или заполнены не до конца. Это означает, что в Брау Старс будет добавляться ещё очень много скинов. Ну а седьмой факт предлагаю вам самим понять. Посмотрите внимательно на Ниту. А потом на Бо. Дело в том, что образ Ниты и Бо взяты из образа людей из древних племён. Я уж не буду приводить примеры, думаю, так, это понятно. Есть некоторые сходства. Насчёт восьмого факта, я хочу, чтобы вы сами немного подумали. Скажите, вот к какому жанру относится Брау Старс? Как вы думаете? Вообще, тут есть элементы многих жанров. РПГ, шутера. Но на самом деле Брау Старс относится всё-таки к жанру моба. Если вы знаете такую игру, как Дота 2 или Дота, вы хорошо понимаете, что такое жанр моба. Я не буду про него рассказывать. Но весь прикол в том, что геймплей Брау Старс, ну, не совсем подходит под жанр моба. Ну а на этом у меня всё. Если вам понравилось это видео, поддержите его лайком. Пишите в комментариях ещё какие-то факты о Брау Старс. Всем пока. Ну и зацените первую часть, если вы её не видели. Продолжение следует...